Всем привет, ребят! С вами я, Лера. Я очень рада, что наконец-то снимаю для вас видео. Уже наступает то самое волшебное время, время праздников, Нового года. Уже можно начинать готовить для близких и родных людей подарки. Я считаю, это чудесно. У меня сейчас идет второй курс химического факультета. Много нового уже произошло. Например, то, что мы уже подали заявление на капитал, который хотим. Я написала капитал в следующем порядке. Первая – органика. Вторая – капитал высокомолекулярных соединений колодной химии. И третья – аналитическая химия. Если мне не изменяет память, в одном из предыдущих видео порядок был немного другой. Я начала заниматься на капитале органической химии в лаборатории. Научилась уже мыть фильтр-шота. Также мы делали с девочкой перекристаллизацию. Мне очень нравится ходить в эту лабораторию. Я чувствую, что я в какой-то своей атмосфере. По крайней мере, пока что. И когда прихожу домой, чувствую такую приятную усталость, что позанималась любимым делом. И могу отдохнуть, но, правда, немного. Так как обычно в этот день меня ждет обрамление лабораторной работы по физике или что-нибудь вроде того. У нас сейчас идет физика, физическая химия. В основном технарные дисциплины. Но среди них затесался английский язык, который немного усложняет нашу жизнь. Но это хороший язык. Я понимаю, что его учить полезно. Но у нас его как-то слишком много занимает наше свободное время. Еще я начала читать книгу Павлу Каэлли «Дневник мага». Мне очень нравится этот автор тем, что он пишет о развитии человека, о поиске своего жизненного пути. И я уже читала Павлу Каэлли «Алхимик». Сейчас вот начала читать «Дневник мага». Начало уже меня вдохновило и привело в восторг. Приведу вам одну из аннотаций этой книги. Автобиографический роман Павла Каэлли «Дневник мага. Паломничество» посвящен поиску древней мудрости, которую постепенно обретает герой, отправившись по древнему паломническому пути в испанский город Сантьяго де Компоста. Эта мудрость помимо духовного наставничества включает в себя эзотерические упражнения, помогающие человеку в самых тяжелых обстоятельствах сохранить спокойствие и накапливать духовную силу. Я надеюсь, что у меня еще будет свободное время, чтобы дочитать эту книгу хотя бы до конца этого года. Также здесь еще сзади появится такая аннотация. «Дневник мага. Волнующая притча о необходимости обрести свой путь, а также о том, что повседневная жизнь на самом деле полна чудес». И это действительно так. Идеально, сочетая в себе приключенческий роман и руководство к самопознанию, эта книга очаровывает читателя и пробуждает в нем интуицию. Прочитав всего несколько страниц, я уже могу подтвердить, что это действительно так. Вы не подумайте, что я так пиарю эту книжку, просто хочется поделиться чем-то хорошим. Итоги распределения на кафедры нам скажут где-то после 15 декабря. Я очень надеюсь, что пройду, потому что мне правда очень понравилось работать в лаборатории и заниматься именно органикой. Как-то к этому расположена моя душа, и ничего не могу с этим поделать. Распределение на кафедры и работа в лаборатории предоставили мне возможность, точнее заставили задуматься о том, кем же я хочу быть. Хотя этот вопрос, наверное, еще многие годы будет со мной, и я буду искать на него ответ. Пока есть целых два варианта. Один более романтический, другой более реалистичный, но менее прибыльный. Ну, посмотрим, куда меня приведет мое будущее и к чему я сама себя приведу. Пока что я замечаю, что мне нравится работать в онлайн-школе, что-то объяснять. Но за монитором всю жизнь сидеть не хочется, поэтому поиск себя и своего дела жизни продолжается. Конечно, иногда у меня бывают в учебе трудности, что-то, естественно, не получается. Но в таких ситуациях я не сдаюсь и напеваю. Не только эти строчки, но и много чего еще помогают нам идти по жизни. Я считаю, что нужно лишь уметь замечать хорошее вокруг себя и понимать, насколько важно жить в настоящем моменте и ценить то, что есть у нас вокруг нас. У меня получилось такое короткое видео, потому что жизнь в основном крутится вокруг учебы, но также общаться с друзьями, уютно сидеть, разговаривать я тоже успеваю. Мы планируем всей группой отметить этот Новый Год вместе. Надеюсь, у нас получится и все пройдет круто. Мне очень нравится, что, несмотря на все препятствия, наша группа держится вместе. Мы едины, а когда мы едины, значит мы непобедимы. И это очень здорово, когда у тебя есть на кого положиться, и ты знаешь, что тебя не подведут, и ты не подведешь своих друзей. Надеюсь, мы увидимся с вами скоро, уже в следующем видео. Было очень приятно с вами хоть немного поговорить. Но я желаю всем здоровья и добра, и поздравляю с наступающим Новым Годом. Люблю вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!